Захотел стихи писать? Если на странице интернета, то картина вырисовывается иногда отрадная, а иногда и безотрадная. Но в безотрадной картине есть своя польза. Я начал писать пародии. Ничего-то не лезут ко мне в голову постоянно. Вот смотрите, какие первые люди выдают. Одно название поэта что стоит? Юн-шу. Бывает я без интереса читаю что-то у других. Мне не хватает драм и стресса, чтоб я почувствовала стих. А иногда зайдешь к поэту, и на душе тепло, без драм. И снова радуешься летом, и сердце рвешь напополам. Жизнь без интереса пародии. Совсем не стало интереса читать чужой и скучный стих. Мне не хватает драм и стресса, чтоб пульс забился и затих. Но иногда зайдешь к поэту, а там полно житейских драм. Так дотянусь я к пистолету, и сердце рву напополам. Пошли мне, Господи, терпение, хотя бы что-нибудь прочесть. Или расточать без сожаления, кому-то отзывы и лесть. Я вам дарую право это, мои творения прочесть. Несите мне, друзья поэты, свою восторженную лесть. И пусть душа у вас играет, пусть никогда не устает. И каждый, кто меня читает, пусть мне хвалебный химн споет. А еще тогда надо, что надо? Так, дальше. 220-летию со дня рождения уважаемого и любимого Александра Сергеевича Пушкина. Прочитал такие вот строки. Будто ведал изначально, удержал порыв на силу, Рассупонивал отчаянно и храстую кобылу. Понесла без остановки дарвистая гнидая, Легкоперья обновки по обочине кидая. Рыв мой, стародруг мой Пушкин, Дышит ласково лихая, Песнопение старушки по проселочным вздыхая. Пародия, несчастный случай, Выдам страшную вам тайну, Расскажу, как это было. Рассупонилась случайно норовистая кобыла, Опрокинула телегу, А потом хвостом играя, Понеслась в свободном беге по проселкам, Пыль вздымая. И с веселой ухмылкой посмотрел во свет и Пушкин, А затем открыл бутылку и спросил, А где же кружка? Так хочется сказать поэтам, Несите рифму вслух стиха, И если вам молчиться в этом, Не хочется писать пока, То и молчание состоит из оправданий и обид, Однажды в вас прорвет оно В поэзию свое окно. Удомленным поэзией. Зачем поэзией томиться? Кое не дается вам строка, Валяйте, молча дурака, А что должно оно и случиться? И нет нужды в окно ломиться, Когда для всех открыта дверь, Толкали тихонько и проехали. Но вот это пародии бывают, Они немножко как бы, Ну, чуточку злые, Но иногда случается так, Это уже не совсем пародия, Это как бы в тему написанное стихотворение, Потому что само стихотворение хорошее, Ну и пародия, соответственно, такая. Вот есть такая на сайте, Ой, потешки, погиб. Из бачитальня, Песен на песенном сайте. Сайте, любовь Лабинцева. Хорошее стихотворение, И слова какие. Закатать бы мне в баночку осень, Закатать бы мне в баночку осень, Золотистым оттенком листву, Паутинку ажурную бросив, Словно бабьего лета конву, И, конечно же, лучики солнца, Чтоб пьянили прощальным теплом, Положу их на самое донце, А с морозцем достану потом, И добавлю для привкуса свежесть, До колючего ветра порыв, Затяжного дождя неизбежность, Непроглядным туманом прикрыв. А наверх погружу ностальгию По ушедшим осенним деньгам, Завлежу узелочком тугимья Приготовленным сердцу бальзам. Хорошо. Парония, хорошая. Закатать на чихотворение, Я про что говорю. Я ей, как говорится, Думаю, понравился билет, Понравилось. Осеннее мутарство. А наели мне эти мутарства, Нет покоя ногами глазам, Я войну объявляю лекарством, Приготовлю для сердца бальзам. Я в бочонок, Будов так на восемь, Хрен с укропом на дно положу, И все то, что послала мне осень, Переморью в бочонок сгружу, А потом все заправим рассолом, Отгоняя навязчивых мус, Буду я с настроением вознеселым Подбирать для бочоночка груз. Представлю ностальгией все это По ушедшим куда-то годам, Приглашу себе в гости поэтов, И бочонок с бальзамом отдам.